всем привет хотелось бы показать поэтапно что как делается именно по персонажу и до анимации его довести именно в блендер давайте рассмотрим опять же все по примитиву все по простенькому так как лепить объяснять не буду много стримов много роликов по лепке именно на каналах так что придется вам сам самим научиться лепить смотрите ролики ну вот дальше какой процесс первый процесс это создание персонажа лепка пропускаем уже все персонаж готов нужно его покрасить давайте выберем rgb зад кисточка стандарт можно поменять именно материал сделать белый чтобы видно было цвета так выбираем цвет красный x английская нажимаем это симметрия и симметричная модель то вот по симметрии удобней красить так все это дело красим таким вот образом так показывать буду быстро потому что модель у меня уже раскрашенная вы видели готова и так здесь вот выбираем цвета и вот все красим драфсайз делает больше меньше кисточку вот этот размер так все это дело аккуратненько окрашиваем следом цвет черный обувь подкрасим не забываем никакие моменты именно там смотрим снизу сбоку если где-то вы что-то прозевали мы не докрасили вот как здесь нажимаете английскую т и все это делая тем же цветом подкрашивать так если нужен цвет синий нажимаете наводите на цвет и жмете c английскую вот вы видите что здесь поменялась гамма и можете все это дело красить синим так вот таким вот образом в принципе все нормально следом что нужно сделать это уже покрасить руки можем выбрать цвет телесный вот такой и вот потихоньку где-то что-то можно вот так вот подвести подкрасить смоем опять же со всех сторон чтобы полностью была закрашена модель равномерно хорошочка итак второй этап закончен модель покрашена что теперь нужно сделать теперь делаем дубликат саптула вот чтобы было две модели и нужно вот этой модели верхней по не понизить полигонаж смотрим какая у нее сетка если сильно плотная бывает до миллиона доходит полигонов там все равно нужно будет понижать допустим до 900 или хотя бы там 500 тысяч смотря у кого какая техника и что можно теперь сделать это понижение именно полигонажа вот это вот сетки геометрии открываем и здесь в этом плане если делать ручной ретопологию может помочь именно за ремеш или дайномеш давайте посмотрим и то и то так включаем дайномеш дайномеш зависит от чего понижение именно полигонажа это вот от размера модели если модель большая то нужно прибавлять резолюцию на понижение если модель маленькая то уводить допустим вот 8 9 40 резолюцию ставить чтобы она понижала в моем случае персонаж большой и попробуем давайте 280 резолюцию поставить и уменьшить полигонаж вот теперь полигонов стало 40 тысяч но модель вы видите что детали ушли то можно сделать это спроецировать с высокой полигональной вот этой модели нижней на низко полигональной детали с помощью project нажимаем project все это дело копируется ну вот модель стала более-менее лучше ну ниже ее понижать уже вариантов нет если можно довести конечно это 20 тысяч полигонов но тогда детали в принципе на персонажа не будет каких-то мелких ну можно конечно его еще полетить вот взять какую-то кисточку и уже по низко полигональной что-то уже лепить что-то доделывать именно вот на низ на низких уровнях так он тролл-зет так что еще дальше попробуем еще продублировать вот эту модель сделаем дубликат теперь этот отключим персонажа этого и переключимся на второй вот этот персонаж попробуем сделать zrms так делаем zrms тут тоже вот можно полигоны регулировать включать сэм включать half это будет разный размер сетки вот давай давайте сэм посмотрим и сделаем zrms и так прогон сделан давайте посмотрим на сетку 12 почти 13 тысяч полигонов ну сетка вообще прикольно вот более ровнее чем дайна мэс если сейчас сделать ctrl d добавить дивайдов будет 50 от 1 тысячи полигонов и попробуем давайте сделать именно projectile вы видите что при zrms теряется полностью раскраска так что нужно ее наложить спроецировать полностью с высокой полигональной и поставить сюда и цвет тоже так смотрим что получилось так смотрим что получилось ну видите что вот 51 тысяча полигонов в принципе персонаж нормально выглядит ctrl z ctrl z давайте вернемся именно на 13 тысяч полигонов и попробуем без добавления дивайдов именно спроецировать вот этот нижний спроецировать с нижнего имена персонажа с высокой полигональной детали жмем да смотрим что получилось ну видите что нос детали какие-то попропали вот эти складки модель легкая так посмотрим теперь разницу именно после дайна мэша и за ремешера так вот так как то я поставлю это все рядышком и посмотрим сетку вот сетка после за ремеш и вот сетка плотная после дайна мэш ну в принципе результат одинаковый если у дайна мэша так 50 почти тысяч полигонов то уже мэш именно 13 ну качество конечно теряется вот такая штукенция так ну дайна мэш это все понятно давайте его отключим пока переключимся на за ремеш и сделаем control z вернем его назад на центр и пойдем к следующему этапу от поле f можно отключить следующий этап это создание развертки давайте заходим за плагины находим находим UV master и находим work on clone нажимаем сейчас модель становится полностью белая нажимаем on wrap делаем развертку прогон закончился следом нужно видеть раскрашенную эту модель заходим за плагины находим copy uvs и вот этот цвет копируем на персонажа на развертку следом надо все это дело прикрепить именно к модели жмем past uvs все это дело закрепилась находим теперь текстуры map и находим крит и находим new from polypane прикрепляем вот эту развертку видимостью ставим вот текстуры map развертку можно в uv map посмотреть more uv вот так она выглядит это вот после заремешера вы видите что более менее она как-то нормально после динамеш совсем другой вид у развертки потому что там другая сетка словом так это все дело можно отключить ну и в принципе все теперь экспортируем сохраняем модель допустим на рабочий стол жмем сохранить также если повысить допустим divide вот сетку ctrl d повышаем именно плотность сетки полигонаж переключаемся на первый уровень и можно сделать еще то есть и нажимаем flip g read normal map ее также можно потом клон nm правая кнопка мыши находим здесь вот в баку текстуры и экспортируем тоже вот к нашей развертке выбираем формат допустим bmp и название здесь будет одинаковое с разверткой поэтому нужно что-то дописать или изменить название чтобы вот это вот normal map не заменила файл развертки так ну вот и все персонаж создан покрашен развертка есть теперь заходим в блендер итак вот блендер закрываем камеру закрываем свет куб delete можно удалить и подгружаем файл импорт нашего персонажа for ops формат находим его desktop на рабочем столе импортируем и смотрим что получится повторюсь модель у меня большая включим текстуры и сделаем с уменьшим модель единица на нампаде вот получилось вот модель болвана так единица нам что нужно сделать нужно добавить ему кости заходим в находим арматуру подставляем ее так модель все еще большая давайте еще модель минсум с и вот теперь можно вставлять уже кости выбираем косточку и находим edit mode переходим в режим моделирования ставим via port display видимость кости спереди смотрим со всех ракурсов как он тут что ведет себя так единица на нампаде переключение тройка на нампаде семерка сверху вид это нампад правой рукой именно на клавиатуре где плюсы и минусы типа каркулятора ну а теперь все это дело вставляем косточки на лейт лейт вставляем м лейт 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 вл вл происходит вот такой вот процесс сейчас я кости вставлю и будем дальше смотреть что да как и так кости вставлены теперь нужно прикрепить именно кости к персонажу заходим в object mode выбираем персонажа через shift и левый клик мыши выбираем косточки и жмем ctrl p сочетание клавиш и вид автоматик виджет ну опять же ждем вот получается кости прикрепились выбираем теперь кости заходим в пост мод и можем персонажем вот двигать вы видите он легкий ну конечно внешний вид у него далек от идеала потому что детали не хватает и персонаж виден на дальний план как-то для пробы анимации это нормально а теперь object mode открываем переключаемся на персонажа посмотрим какая у него сетка варфрейм вот вот это вот сфера нажимаете так ну и как еще если персонаж все еще тяжеловат допустим как можно еще понизить полигонаж это уже заходим в модификаторы находим модификатор децимейт нажимаем и можно здесь вот сетку еще больше понизить и жмем apple применяем принципе вы видите что внешний вид персонажа не изменился а вот сетка поменялась она стала еще легче треугольниками вот такая вот штука следующий этап это создание анимации так выбираем кости заходим в post mode здесь есть у нас timeline здесь прописываются все кадры выбираем какую-нибудь косточку ну давайте вот так вот английская g и английская перекрутим и вот это g как-то вниз поставим и пишем а и лок рот переносим на десятый кадр и поменяем теперь руки g это вниз и перекрутим g и пишем а и лок рот ну тут уже создалась какая-то анимация типа в египетском стиле следующий этап нужно сделать рендер сначала устанавливаем камеру и свет переключаемся вот в такой вот вид это получается четвертая сфера настраиваем свет включаем свет находим заходим в object mode находим именно свет и лампочку ставим солнце ну и четыре тысячи теперь g можем именно настраивать направление света его место положения вот так вот ну и камеру поднастроен выбираем от камера можно выбрать ее здесь можно нажать на нее именно вот в этой сцене теперь нажимаем и переносим семерка на нампаде ведь вид сверху r английская перекручиваем g подставляем 0 на нампаде это вот камера включается тройка на нампаде g поднимаем 0 и g можно вот камеру как-то вот настроить установить вот так вот теперь ставим в таймлайне 10 кадров оцикливаем анимацию жмем пробел и вот пока незатейливая штука происходит теперь нужно все это дело сохранить также можно добавить сцену добавить решить а допустим пол делаем английскую с вот увидите что уже веселее и радужней уже вот сзади появилась тень можно еще добавить или помещение сделать или просто добавить тоже план задний фон ну и также добавить к плану допустим материал добавляем новый на какой-нибудь цвет ну пусть будет зеленым так теперь нужно сделать рендер и сохранить именно вот все что камера будет показывать вот все что в камере будет сохранено формате или ави или mpeg или gpeg и так далее заходим вот в эту функцию вот тут properties находим вывод нажимаем вывести именно на рабочий стол и ставим не png формат вот здесь есть ави jpeg ави raw и mpeg видео ну также png jpeg это именно для картинок если вы хотите сделать видео то вот нажимаете mpeg если вам нужно допустим формат jpeg и сделать вот рендер картинки и рендер анимации делаем рендер картинки смотрим как это будет все выглядеть вот такой будет рендер закрываем ну и также может делать mpeg видео именно рендер рендер анимации нажимаете сейчас рендер прогонится можно его также пока делается рендер закрывать сворачивать вот здесь вы видите что процесс прогона идет вот пятый шестой кадр и вот такой процесс все всем пока до свидания до свидания